Давайте посмотрим нашего первого спикера, Виталия Удодова, который очень интересно рассказал о том, как на наше здоровье влияет правильно подобранная подушка, одеяло и вообще, как быть здоровым с красивой осадкой. Позвоночник, как вы прекрасно знаете, это зеркало здоровья. Позвоночник – это наша основная ось. И для восстановления, для правильного позвоночника существует динамическая часть и статическая. Динамическая часть в критериях восстановления находится тоже здесь. Это бассейн, то есть аквакинезио, это плавание. То есть я рекомендую это и детям, и взрослым, как специалист, и по детям, и по взрослым. Также здесь можно организовать по йоге, по пилатесу, по восстановлению. И есть статическая часть. Вот как раз сегодня я буду представлять продукцию Safe & Soft. Вот, собственно, это вот статическая часть. У нас сон занимает в среднем от 6 часов до 14, я не знаю, там кто-то любит поспать. Поэтому как раз во время сна происходит восстановление межпозвонковых дисков. Если бы человек не спал, у него бы не только нервная система бы не выдержала всех наших перегрузок, но позвоночник бы тоже не выдержал. Вы прекрасно знаете, что в течение дня возможно уменьшение даже до 2-3 сантиметров. Мы можем уменьшаться в росте. И уменьшаемся мы только за счет межпозвонковых дисков. Потому что, по сути, все остальное, кости, суставы, практически все на своем месте. Так вот, шейный отдел. Начнем с этого. Что касается продукции, я выделю сразу подушки. Там гелевые подушки с memory foam. Достаточно известные вещи. И хочу сказать, хороший комплект вот этих вот технологий в создании вот этих вот подушечек. Поэтому, что важно? Во-первых, подбирать размер. Это размер подбирается индивидуально. Это может сделать специалист-менеджер. Можно сделать на сайте ортопедическом посмотреть. Есть определенные критерии. Есть размеры в цифрах, в буквах. То есть и все-таки специалист по позвоночнику, невролог, вертебролог, ортопед, может определить вот именно тот вариант подушки, который необходим индивидуально. Потому что, не хочу пугать, но неправильно подобранная подушка может привести к переходу протрузии в грыжу. Может привести к головным болям, головокружениям. Может привести к нарушению когнитивных функций. Даже к неврозам, даже к бессоннице. Поэтому тут четко нужно понимать, что консультация специалиста в первую очередь. Но можно подобрать это, чем определенные критерии есть и на сайте. Что касается дети-взрослые. Начинать нужно профилактически подходить к этому еще с самого детского возраста. Поэтому у ребенка формируются чаще всего родовые травмы. Я с этим сталкиваюсь в работе. Вот как раз-таки это очень важный компонент, чтобы подобрать тоже ребенку все это индивидуально. Когда еще нет остеохондроза. Остеохондроза я нахожу в современное в нашем время лет уже с 12-13. И причем на МРТ подтвержденный. Это и протрузия, и грыжа. Поэтому важна превентивная медицина. Превентивная. Вот что касается, допустим, удара. У нее средний вариант шейного лордоза. Лордоз – это вогнутая часть. Вот как раз-таки, да, лордоз. Вот эта вот вогнутая часть, да, называется лордоз. Вот нужно подобрать подушку. Вот, допустим, вариант Дарья. У нее подушка нужна 11-13 размер. Я даже могу на глазок это сказать. Если она возьмет подушку 15-17, например, вот этот вариант, то эта подушка, она вызовет даже проблемы. Возможно, не сразу в силу молодости. Но со временем это все возникнет. Вот, и нужно подбирать также в том числе и ортопедический матрас. Это тоже важно, потому что это помогает восстанавливаться в нашей активной жизни. Статическая работа у менеджеров в основном. И там сидячий образ жизни, компьютеры. Вот, поэтому динамический компонент – это фитнес, плавание, пилатес. И статический компонент – это поддерживает, по сути, подушка лечит за ночное время суток. Останавливает позвоночник. Очень важно. Да. По поводу одеял, вот я услышал, да, вот тяжелое. Я слышал, какие-то вопросы подготовили. Задают вопросы те, кто покупал. Там, собственно, много отзывов написано, что самое главное. Ну и, конечно, много вопросов, которые также задают производителям. Соответственно, если сейчас с нами здесь находится Виталий, то я думаю, что это будут вопросы более чем актуально услышать и задать. Первый вопрос. Мы выбрали немного вопросов, но, может быть, кому-то это будет актуально. Спать на животе можно ли в целом? Потому что кто-то спит на животе, на боку, на спине. И, соответственно, раз мы уже заговорили про подушки, какую правильно подушку подобрать, если человек вообще спит на животе? Пожалуйста. Ну, собственно, ответ очень простой. То, что ежедневно я даю эти рекомендации, то, что спать на животе не рекомендуется. Как раз-таки S-образная форма позвоночника, два лордоза, два кифоза, она подразумевает собой, для восстановления нужно спать на спине, либо допускается спать на боку. То есть, соответственно, на животе, когда человек спит, не выполняются эти изгибы, и в итоге это также проводит к тому, что это не восстанавливается позвоночник, а в итоге приводит к тем проблемам, в основном, которые приходят ко мне на прием. Поэтому это осложнение у стеохондроза. И ранний у стеохондроз у тех, кто спит на животе. Поэтому только допускается перманентный сон на животе, на полубоку, вот, и нужно использовать подушечку под ногу. Такая длинная, длинная подушка, я думаю, она должна быть тоже представлена здесь. Вот такой вариант допускается. Только с подушкой под внутреннюю часть бедра. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, спать на неправильной подушке, что от этого будет? Собственно, я начал с этого как раз-таки, да, что есть профилактика и выздоровление, выздоравливающий эффект, но точно так же есть эффект, и оказывается, и разрушающий. Оказывается, не только там это не полезно, но это даже может вредно быть. И в итоге это приводит вот к этим проблемам. Поэтому подушку нужно подбирать. А еще один вопрос, если взять относительно детей, то вот, соответственно, при сколиозе, на какой подушке можно спать, и как выбрать правильно подушку ребенку, относительно каких ориентиров нужно смотреть, чтобы у ребенка не развилось дальше что-либо? Ну, здесь, собственно, два варианта в правильном ответе. То есть первый вариант – то, что подушку можно подобрать в общем, при нарушении осанки. Например, нарушение осанки – это начало сколиотической болезни. Здесь подойдет вариант общий. Общие рекомендации – спать на спине на боку, подушка согласно вот размерам, которые я сначала объяснил, и ортопедический матрац. Если же уже у ребенка, у подростка находится сколиоз, сколиотическая болезнь первой, моя классификация по полстепени. Вообще классификация 4 степени сколиоза. То есть как бы моя личная классификация по полстепени. Поэтому полтора, два, два с половиной степени надо обязательно идти к специалисту. И специалист, опять же, подбирает варианты и подушек, и как правильно спать, и в каком положении, и даже на каком боку, это имеет немаловажное значение. Я считаю, что архиважно ребенку со сколиотической болезни подобрать вариант спать на том боку, на котором надо, и который вызовет именно настоящий оздоровительный эффект лечебный. А если спать не на правильном боку у сколиотической болезни, у ребенка, то это вызовет усугубление сколиоза, и он перейдет, соответственно, в следующие степени.